ну что друзья здравствуйте приветствую всех на канале опасов сегодня у нас вот неожиданный гость с обратным визитом нагрянул к нам веселый судя по его настроению и праздничный судя по обрамлению его убежище макс на пожалуйста как красивая во все стоит вечер хату можете написать как вам елка макса у вас такая же красивая или наверняка 1 вечер не может не может быть красивее чем у меня потому что во первых у меня жена ее нет я наряжал но детище это жены поэтому красивее чем у моей жены не бывает ни у кого ребят давайте все как всегда присаживаемся удобно берем свои напитки наедки обязательно занимаем удобную позу готовимся ставить лайки этому видео оно поможет нам набрать большее количество просмотров подписываемся потому что все равно львиная доля наших зрителей не смотрит это подписанными но смотрит постоянно а у нас есть цель вы все про нее знаете 100 тысяч к новому году нам осталось каких-то чуть чуть меньше 8000 давайте все нажимаем подписку чё вам оно блин стоит вот сегодня поговорим мы о невеселых темах на самом деле хотя и достаточно так бодренько начали будем говорить про мобилизацию точнее про новый закон мобилизации который должен появиться в январе в свет что в нем будет кратко пробежимся и самое интересное о чем сейчас начнут судачить все украинцы особенно за рубежом они будут говорить о том как их пытаются вернуть домой инициативы власти которые появятся ближайшее время сомнений что они появятся практически никаких нет слишком много о них рассказывают вот насколько это на практике возможно будем обсуждать и особенно к чему это может привести поэтому все будем макс стартовать и так не так хочется тебя перебить уже понимаешь а учитывая что я твой гость как бы надо помалкивать сидеть ну да ладно получается помалкивать ладно я буду я буду улыбаться и сейчас все равно кто-то зайдет и скажет чё он как придурок улыбается разве есть повод надо сидеть и плакать рыдать вот это вот придут сейчас у меня вот вчера я что-то так зашел в комментарии почитал какие-то люди может какие-то ну прям совсем несчастные люди или думают что если шахет пролетает надо прям в депрессию жутку впадать ну как-то странно все это выглядит честно ну я согласен что радость это не прибавляет но но и как бы действительно во время второй мировой войны великой отечественной и женились и хоронили и радовались учитывая то что я цыган чуть-чуть цыган по национальности я уже рассказывал об этой традиции еще напомню для тех кто не знает почему я постоянно улыбаюсь и пытаюсь в себе сохранять оптимизм цыгане когда прощаются с самыми родными и это кстати связано не только с родственниками там вообще в принципе с людьми когда они прощаются с чем-то очень важным они всегда поют песни они вот похорон они похоронили и как у нас сидят знаешь это бухают пока не сидят они танцуют и поют это как бы есть секрет мой тоже отчасти я конечно не танцую не пою хотя иногда бывает но пытаюсь сохранить себе оптимизм я чуть-чуть цыган и этого мне айнэне живет какой ты не цыган пока у тебя во дворе нет привязанной лошади откуда ты знаешь у меня во дворе лошадок 300 привязанных я уже представляю комментарии по этому поводу ладно макс тут инициативу не перехватишь будем начинать мы с заявления подалека причем что забегая вперед предшествовала этому заявлению сначала интервью министра обороны умерла где он выразил подобную инициативу сейчас расскажу какой потом она была якобы опровергнута со стороны минобороны а теперь опять заявление господина подалека значит что он говорит в январе будет представлен законопроекта мобилизации мужчин за границей вот значит и говорит о том что люди за границей то есть люди за границей не попадать в интересную ситуацию то есть подалек цитата имеем право всех уравнять они должны быть равными однако для достижения этой цели это должно обсуждаться на уровне генштаба министерства обороны других министерств частности иностранных дел и так далее это должны быть консультации с представителями других стран где находятся наши мужчины с точки зрения того что могут ли они там и дальше получать временный вид на жительство иметь определенные преференции получать помощь и так далее после него подобную историю высказал господин ивченко где сказал что в принципе в законе может быть заложена такая технология когда люди за границей мужского пола призывный призывного возраста должны будут пойти в консульство стать на учет что они там находятся это уже говорили раньше после чего они получат повестку и в случае если они подходят к институту должны будут вернуться в украину собственно и отправиться на фронт давай вот глобально что-то об этом думаешь потом влезем уже в детали у меня три слова по этому поводу пиздеж и провокация это не 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 адресно конкретно подалеку это адресно ко всем кто пытается эту чушь продать электорату кто пытается эту чушь продать запуганным без того ухэлян там которые полями выехали из украины да пацифистам которые сидят здесь ниже травы тишеводы женщинам женам этих ухэлянтов да которые за оформили уже третью инвалидную справку на своего мужа и так далее почему это пиздеж и провокация я скажу очень просто и понятно на основе моих личных наблюдений и консультаций с людьми для которых закон это не пустое место сожалению для нашей власти закон это пустое место закон не для власти в смысле вот для конкретно там для зеленского или для подалека вот на протяжении всех 30 лет у нас есть каста высшая которая живет по каким-то своим особым понятием да а есть вся остальная челядь которая у нас вот обязана так вот по поводу ухэлянтов уклонистов которые вот как стал подаляк да это неправильно это правильная идея неправильная ситуация ведь все таки надо быть сознательными потому что выглядит странно кто-то здесь должен нести определенную ответственность за происходящее в стране ну то бишь за войну да а кто-то там подождет пока эти люди все все выполнят потом приедем и будем дальше как ни в чем не бывало строить украину здесь министр обороны умеров абсолютно прав говорит михаил подаляк ну во первых я тебе просто хочу напомнить что это не компетенция советника главы офиса президента это раз во вторых когда мы слышим о том что граждане украины находящиеся за границей кто-то будут обязаны сделать потому что будет принят какой-то закон я напомню напомню что у меня есть диплом юриста напомню что юрисдикция украинских законов она касается исключительно географической и политической карты украины больше никак и нигде ни брюсселя ни афин ни парижа ни варшавы нигде есть консульство которые защищают граждан украины в данном случае да и предоставляют им услуги которые может оказать государство здесь обычному гражданин того чтобы граждане чувствовался в безопасности чужой стране консульство не могут примерять на голову новый какой-то закон консульство не могут скажем так мы же говорим о правоохранительных органах или например об органах тцк да вот у нас территориальные центры комплектования консульство не могут обращаться например во французскую полицию по риску помогите нам тут ловить ваших которые по бутикам ходят и круассаны жрут по утрам понимаешь это невозможно такое возможно когда есть когда речь идет о преступлениях особенно если они носят международный характер или а санкции но давайте вспомним пример очень яркий самый первый когда украинская власть к сожалению наверное конфузилась но потому что популизм всегда зашкалил а это было после майдана когда были объявлены в розыск самые главные преступники майдана там янукович азаров их активы вот это вот все после нескольких лет продления вот этого всего там через интерпол их разыскивали в европе скажем вышел официальный релиз где было сказано что в украине после майдана нет это было еще до полномасштабной войны а ну еще я просто тебе рассказываю предысторию что вышел официальный релиз где сказали шановные власть имущие в украине мы дуже поважаемо те что вы позвалися злочинной панды в обличии януковича но помните что популизм и шапка закидательства у вашего виглядя это звенувачение в том чего не было воно на нас никак не впливает тому когда вы нас раз подставили в 2014 году и дали нам багато дуже звенувачений которые не подтверждены законно мы это проковтнули а другий третий раз мы уже кафтаты не буду тому мы снимаемо с рошу куда прикладывать через интерпол там сына того сына сего племянника этого азара военкович и так далее я тебе говорю как это было точно так же и здесь для того чтобы например есть уклонист олежка ну например он уклонист известный ну ну вот допустим вот как как его сейчас раскручиваю да порошенковский блогер уклонист как-то он выехал полями не полями шляхом не шляхом вот и вот такой вот он сякой против него здесь если он уклонист я напомню что уклонисты у нас три раза административная ответственность один раз уголовная вот допустим четвертый раз у него уже уголовное дело суд приговорил его там такому-то наказанию это как работает мы даем экстрадицию а бы как как вот как чем нас кормят сюда кого там собираются экстрадировать как лазаренко или фирташ первый это был лазаренко но там не так его хотели экстрадировать как его да да а теперь попробуйте экстрадировать олежка по делу об уклонении от воинской службы во время военного положения уклонение от мобилизации только такой способ есть другого нет другое международное право наши международные партнеры не признают мы себе можем придумать все что угодно мы можем там запугать электорат мы можем его заинтересовать мы можем вдохновить но это только в нашей юрисдикции это может совпадать с нашими партнерами и с требованиями наших партнеров это может не совпадать наше суверенное правда как любит говорить на банковой но когда мы расписываемся за партнеров то выходит очень странная ситуация партнеры просто крутят у виска как например произошло с господином умеровым когда господин умеров высказался по поводу ну вот уклонистов вчера да что сделали в менюсте германии сказали вы чё вы нормальные у нас вообще люди которые не хотят воевать не воюют у нас условно мобилизация это дело добровольное поэтому ваших граждан ловить вылавливать мы точно не будем извольте это официальная оппозиция кстати высказалась в пользу такого ради бога а на то она и оппозиция чтобы всегда воспользоваться в пользу того что не нравится власть и понимаешь тут тут делал такое а ну и тем более немецкая или любая другая оппозиция на это может словить бонусов нормально ну слишком много украинских мужчин видимо заселились в европе слишком много вообще в принципе украинских беженцев которым надо платить много денег которые получают нормально да по 700 по 800 евро и это все влияет на налоги это все влияет они же они же иждивенцы на шее у европейцев многим это не нравится особенно европейцам западноевропейских стран и немцам это тоже не нравится они терпят у нас родственники живут тоже беженцами в германии они терпят их там терпят но ничего за это не могут потому что у них такая культура у них немножко они по-другому воспитаны они не могут прямо сказать что иди ты нахер ты уже в задов банк понимаешь вот поэтому это все остается словами как я в начале своего длинного спича подвел пиздеж и провокациям все тут точка и еще раз мы здесь мы здесь можем делать все что угодно придумывать все что угодно наши граждане будут в безопасности в крайнем случае если смотри мы не знаем что еще может произойти в мире да или там в отдельной части земной суши всякое международное право например не работает а вдруг действительно они согласятся и послушают подалека скажут да действительно давайте-ка мы будем отлавливать украинских уклонистов что будут делать украинские уклонисты первое ну если они сейчас уже это не сделали а по моей информации очень много сделали вид на жительство в первую очередь а во второе во вторую очередь гражданство официальные справки после чего нельзя будет их по закону местным по местным законам я с тобой полностью согласен и даже если они попросили политическое убежище кто-то уже успел сто процентов как бы есть другой нюанс не в каждой стране так просто получили гражданство поедут туда где просто вот и тут стоит отметить что даже находясь но если мы говорим конкретно например евросоюзе то далеко не между всеми странами евросоюза существует хоть какой-то паспортный контроль в некоторых странах есть а в некоторых нет и поэтому в случае там какой-то неперопасности в одной стране через 15 минут этот человек может оказаться в другой стране также ним с экстрадицией как бы гоняться это будет история а для европы окажется огромное количество мигрантов которые ездят справа влево слева вправо незарегистрированными что мне кажется тоже странно но вот смотри есть у нас допустим заявление члена оборонного комитета вадима ивченко на эту тему он сказал следующее я хотел бы спросить у вадима как там дела в белой церкви давно не был возможно он посмотрит на это видео обязательно посмотрите обязательно просто электорат интересуется из белой церкви постоянно мне привет передает у меня друзья живут говорят вот узнать бы мнение вадима ивченко по поводу белосерковских дел а не по поводу уклонистов ну да ладно возможно возможно будет и такое может кто-то из белой церкви уехал за границу поэтому они это тоже есть сказал люди за границей они будут так же как и украинцы в украине проходить те же самые процедуры то есть идентификацию нужно будет пройти если ты пройдешь и будешь перечне тех кто подлежит мобилизации ты получаешь поезд а дальше уже твой выбор или ты возвращаешься назад или ты останешься там и это будет нарушение закона заявил ивченко в отличие от тебя дорогой мой друг я не частично цыган и совсем не юрист то есть у меня нет диплома юриста и поэтому я обратил у луценко тоже нет диплома юриста и чё а диплом цыгана есть диплом цыгана на цыгане у на шо учатся извини пожалуйста позолоти ручку дорогой я щас тебе тут расклад сделать вот я обратился за помощью к человеку с дипломом юриста он у тебя кстати он сзади вегирюша господину вегиринскому который это все очень растолковывает я я короче задал какой вопрос вообще на самом деле практически возможно ли то о чем говорит ивченко и он мне ответил следующее говорит тут подобных проблем нет принимается норма что пофиг где ты находишься приди в консульство и стань на учет в этом положении горит нарушение прав человека и твоих прав как гражданина не существует а дальше горит примеру после того как ты стал на учет воинский тебе приходит повестка мол добрый день вы отличный солдат приезжайте служить и все я говорю хорошо говорю это ровно то что я сказал в начале до чем может заведовать консульство да а человек дает ответ очень хотел бы но к сожалению у меня нет денег на приезд и в этом случае игры у андрей а что дальше он говорит но вот на этом говорит случай все вышлите денег и вот здесь у меня вопрос с нашим законодатель в европе украина готова будет оплачивать всем обратные билеты послушай мне так меня забавляет меня забавляет поведение украинских властей всегда опять же повторюсь это это веленский здесь не исключение и в рада девятого созыва здесь не исключение вот украинская власть когда я познакомился с ней достаточно близко скажем так с ее представителями много лет назад вот я смотрю на них и думаю вот что внутри вас толкает пороть ту чушь которую вы порете вести себя так как вы себя ведете когда вы заходите в кадр вы превращаетесь в ничтожество за кулисами вы святые люди да что что дает вам ощущение вот этого знаешь окрыленности вот этого знаешь оруэлл где-то я вот так вот смотрю не могу понять и наша власть почему-то думает что мы наверное он они построили здесь дубай вот мне так кажется вот они настолько высокомерно вот это вот все продают обществу а общество сидит голая босса и несчастная уже не знаешь что рубить уже господи где то и на той хлеб взять где ту машину заправить а як что не заправить таким бензином а як что каким бензином кому всунуть на лапу чтобы дитина в институт правильно поступила кому всунуть на лапу чтобы там не загнобили я сегодня вас я сегодня 37 минут 30 долбаных 7 минут звонил в перед нашим эфиром в сервисный центр мвд ты думаешь это звонился не случилось я позвонил юристу и говорю вот такая проблема я не могу зарегистрироваться встать в очередь в сервисный центр потому что там целый вот вчера сегодня выдает ошибку мне юрист говорит макс макс ты едешь туда тебя встречает чудесный дядечка или еще более чудесная тетечка и говорят знаете у нас какие-то сбои за тысячу гривен прямо сейчас я говорю ну я сталкивался с этим когда там покупал свою машину два года назад но я дождался электронной очереди я видел как это работает он макс сейчас еще хуже и это никто не контролирует вот и куда мне обращаться вот куда мне обращаться ты понимаешь и точно также обычные украинцы ну ладно вот тут вот что сделаем а этих политики о которых я сейчас рассказываю такие как господин ивченко я хорошо к ивченко отношусь еще раз говорю за кулисами святой человек почему-то думают что мы вот честно ладно ивченко вспомни несколько дней назад помог кто или данилов или сам зеленский а или же подожди а нет подоляк подоляк сказал то ну как бы да воевать будут все потому что ну пользоваться правами на нашей страны чудесной это одно но надо же ее еще защищать эти права жить здесь вот я этого не могу понять наши политики уничтожили страну за 30 лет во всех сферах во всех сферах ну мы же все прекрасно понимаем он у нас метро сегодня-завтра блять чтобы не рассыпались эти туннели понимаешь потому что на них никто не смотрел и они почему-то думают что вот как бы общество такое знаешь типа ну да мы там должны конечно должны у нас есть обязанности мы мы по крайней мере читаем конституцию но политики при этом думают что они прям такие знаешь типа вот у них тут королевство у них тут объединенные арабские эмираты шейхи все может они и шейхи все простой люд немножко по-другому на это все смотрит простой люд не согласен именно поэтому мы видим сейчас рейтинге именно поэтому мы видим тех несчастных мужиков которые бегают от скорых в одессе как запаковывают люди обычно не согласны и вот тут вопрос как власти удержать эту адженду этот месседж я не знаю понимаешь что интересно очень начало начало вот этих всех выступлений что ищенко что тому подалека и так далее оно приводится к тому что все украинцы равны конечно и если вы думаете что здесь кто-то должен а те кто уехал не должен выйти по ошибаетесь главный месседжей они вкладывают в этом акс это в том что якобы показать украинцам за границей что они ничем не лучше что еще что-то вроде как на объединяющий фактор но с другой войны какой-то эффект будет нести чистый орвелл все животные равны но некоторые ровнее я еще раз напомню я миллион раз об этом говорил и еще раз процитирую мой любимый скотный двор свиньи уже встали на две раточки и убедили всех что так и было ты понимаешь ну это же ровно эта схема все украинцы равны все украинцы равны но при этом мы здесь во власти мы здесь ну вы же понимаете но мы богом богом подарена нам эта роль мы здесь особенный ну потому что так да вы не понимаете но как наши дети могут или там как нас вы что а кто же по стране думать будет это ровно так выглядит власть понимаешь и просто я это не серьезно воспринимаю я не серьезно воспринимаю да ну вот слушай ну например мы наш журналист надо это так выходит в люды записывает опросы подписывайтесь на наш тикток друзья да это так там у нас бомба опросы люди выходят и я причем специально прошу нашего журналиста ехать не на хрещатик да а куда там троещину куда-то там ну на жилые массивы на правом берегу и люди там совершенно другие и люди там не боятся простые люди не боятся сказать на камеру все что они думают о власти о ситуации о войне и так далее понимаешь и люди этих прекрасно кстати знают закон прекрасно знаю закон свои обязанности права люди выучили мне кажется как раз таки вот это именно та ситуация когда украинцы задумались повзрослели задумались и таки раз что это за книжечка у нас так перша статья украина незалежно демократично правова правова ого что таки правова и вот это вот началось понимать ну как бы я думаю что украинцы повзрослели и не получится списать очень многое что позволяла себе власть до зеленского не получится догонять будут достаточно серьезно и ну я говорю с конкретно а мне о каком-то знаешь махновщине хотя хрен его знает я не знаю что ждет украину в дальнейшем учитывая ситуацию но народ много чего уже наверное не сможет простить давай представим с тобой ситуацию что в январе появляется этот законопроект и он дважды проголосован верховной радио все норма принято как воспримут это украинцы в украине как воспримут это украинцы за рубежом сегодня смотри на примере сегодняшнего дня сегодня в один из бизнес-центров популярных очень в киеве пришли представители ТЦК пришли в ВНКО ну ты представляешь да там 30 этажей значит модные вот эти мальчики в рубашечках качки в спортклубе значит закрыты ну насколько я понимаю значит выключили лифты перегородили выходы и ну вручали повестки как мне рассказали там эти бедные пацаны бегали по коридорам яг в пары не честное слово это я не знаю чем это все закончилось к сожалению не присутствовал там но ровно такой же будет реакцией если этот закон проголосует особенно вот передо мной сейчас пост Марьяны безуглой да мы же обходим я не знаю почему ты эту женщину обходишь стороной как будто тебе нельзя называть ее имя и фамилию передо мной умеров пивченко где безуглая может 20 минут говорим с тобой безуглой еще нет 20 минут без безуглой может быть нет Вась нет ты видел фоточку какую запостила ты что короче вот это я все пролистываю по поводу того кто кто служит кто кого будет как кого будет мобилизовать и я вот дохожу до ухылянтих ухылянты сейчас ухылянты 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 это отдельное не нужно это тот законопроект о котором мы с тобой говорим в общем то ухылянты обмежение а вот обмежение прав ухылянтих да что такое обмежение прав ухылянты например ну разные дискуссии по этому поводу лишить права голосовать ты помнишь вась дискуссию в начале полномасштабной войны это была такая фейсбук дискуссия практически как у марьяны когда хотели лишать права голоса например ну там было связано с с русскими да по там русские по национальности вот такая была широкая дискуссия фейсбуке все вот это вот потому что на фоне стран балтии ну там как есть в литве там в латвии да в эстонии там есть такая штука а вот теперь представь ну например ты три раза ухылянт у тебя админка вот и тебя обмежены в права тебе нельзя голосовать пример или там если у тебя есть повестка и ты хотя бы один штраф имеешь все это не вот получается базовое конституционное право перекрывается твое перекрывается законопроектом марьяны безуглой но с другой стороны перекрывается твоим главным гражданским обовязком да если ты мужчина идти служить когда надо и вот тут вот дискуссия а что делать получается я хочу действительно много прав и права голоса в том числе но с другой стороны воевать я не хочу хотя это мой обовязок по конституции и вот что тут делать и вот мне здесь кажется что может быть какая-то гармония какой-то баланс то есть ты просто не можешь например если ухылянт не то чтобы голосовать ты просто не можешь там занимать какие-то должности например это справедливо если это связано с государственной службой ну например ты не можешь там баллотироваться в президенты ты не можешь баллотироваться в депутаты ты не можешь стать чиновником местного самоуправления ты знаешь количество депутатов ухылянтов вася нет общая числа много ну я сейчас просто много очень много ухылянтов не полномасштабную войну не вот даже без угла хоть мы ее критикуем да она вчера написала пост о том что только роман лазинский мобилизовался среди 400 депутатов это депутат от голоса такой ярый националист всех русских на ножи и так далее вот и он мобилизовался но тут марьяна на него наехала говорит мобилизовался там мобилизовался а потом в 2022 году а нет в этом году в сентябре двадцать третьего года демобилизовался но после сентября двадцать третьего года постоянно постит фоточки с фронта ягцеж таки може буты понимаешь спрашивает марьян и это один человек один человек со всего состава верховной рады ухылянтов с четырнадцатого года там огромное количество я напомню что были выборы предыдущий созыв много атошников в раду зашло но я сейчас не о них я сейчас о тех кто действительно попал девятый созыв они же не подлежат мобилизации я тебе говорю о четырнадцатом году когда они еще не были депутатами вообще то есть эти все табуретки не до которые ухылялась и актики можно а потом стали депутатами случайно вот поэтому я тебе об этом конечно депутатов по закону нельзя призвать но я не хочу как бы становиться парохоботом да но давайте просто вот просто посмотрим даже по заголовкам напишем вот уклонист что вам выдаст вот вы просто без меня справитесь вот напишите уклонист в чем дело опять таки говорят с тем же самым вегеринским да и в принципе подсчитывая мнение экспертов то единственное что можно сделать ну что будет какой-то санкции это например поразить не только в правах выбора или баллотироваться а поразить еще например возможности держать счет в банке украины например запретить какие-нибудь регистрационные действия продать машину купить квартиру или продать купить машину это же все можно сделать и в этом можно в этом всем меня немножечко пугает один момент дело в том что подавляющее большинство этих людей начнет обращаться в суд естественно что в украинском суде они вряд ли прямо найдут какую-то отдушину в этом плане дальше есть почему да и они пойдут в есть пача это процесс достаточно долгий не быстрый но у нас есть прецеденты это закон иллюстрации который поражал в правах у нас есть достаточно свежие примеры увольнения прокуроров массовые когда они тоже пошли по этой линии и у нас есть примеры о чем никогда не рассказывают гражданам как из нашего казначейства потом выплачиваются всем этим людям очень круглые суммы денег конечно конечно но если мы говорили о предыдущих историях это были там в лучшем случае тысячи иногда людей то здесь миллион и будут праве получить компенсацию я напомню что еще раз вот чтобы это не выглядело оголтелой там критикой тем более мы же знаем что власть критиковать во время войны нельзя да есть пч украина украина является лидером по неисполнению решений европейского суда по правам человека после россии но после россии потому что в россии больше людей во первых по количеству проживающих в россии а во вторых по числу людей которые считают что их права нарушены во втором месте украина мы же что для нас европейский суд по правам человека можно жопу подтереть его решениями потому что мы их не исполняем нам это не интересно нам это неважно и обязательно в принципе это только репутационная штука знаешь как решение гагского трибунала хочу исполняю хочу не исполняю вот и тут понимаешь и вот и чё и как заставить ну вот я в есть пч выиграл европейский суд по правам человека но таких вот как ты говоришь миллионы и что дальше у и растерли уже все мы в европу идем в хуёпу мы идем ты понимаешь не будет ли это основанием для того чтобы затормозить переговоры по вступлению украины евросоюз да еще раз говорю наши переговоры по вступлению в европейский союз они начались не потому что такая классная стефанишина была куча понимаешь они начались потому что у нас война полномасштабная и это политическое решение европы это связано с их электоральными обещаниями это их связано с их стабильностью внутри это связано с их впк и развитием на впк и так далее но это никак не связано с реформами которые украина проделала или не проделала мы мы не дети малые сколько бы нам владимир зеленский на пресс-конференции еще раз повторюсь стефанишина это одесситка да не рассказывали о том какие мы классные реформы сотворили мы ничего не сделали поверь но мы ничего этого не еще раз не станет сладко во рту от слова халва ну что ты знаешь давай чтобы подожди нельзя нельзя так говорить вот сейчас я еще скажу что у нас коррупция и тогда центр противодействия дезинформации от rnbo скажет что мы распространяем российские нарративы ты понимаешь так что лучше не надо у нас нет коррупции друзья у нас нет скажи еще что-то хорошее вот кто у нас занимается коррупцией молодцы а кстати вот мне нравится вот я смотрю у меня двоякая двоякая история я против того чтобы служба безопасности украины расследовала экономические преступления но это давняя история понятно что форма да это очень это старая история и она может быть не связана с нынешней службы безопасности украины но я мне нравится как борется с коррупцией сбу мне кажется это намного эффективно по крайней мере выглядит это так вот реально намного эффективнее чем набуете все сапы привод и будьте по пришел крутым выложил эти купюры ну тем она выглядит эффективно и поэтому даже когда мы видим какие-то там замечания сводка да от службы безопасности украины там того взяли того взяли того взяли набу сады и я ж вижу я чувствую даже в информационном поле как они пытаются соревноваться в борьбе с коррупцией с сбу напомню что сбу у нас не принадлежит скажем так агентом влияния других стран понимаешь а набу и сап это такие все таки органы со знаком вопроса поэтому тут как бы знаешь что же я бы поспорил кто эффективнее борется макс давай подытожим если вдруг эти инициативы неизвестно с какими там масштабами будут внедрены граждан украины это максимально отвернет которые находятся за границей либо это все таки не произойдет еще раз граждан украины которые уже находятся за границей отвернула происходящее в украине на протяжении 30 лет на протяжении последних двух лет граждан украины не то чтобы отвернула да они спасали своих детей спасали своих жен жены спасали детей мужики оставались мужики от трусости от безысходности там выезжали но я не знаю от чего выехал олежка от репрессии наверное ну вот вы можем ли мы их судить нет осуждать нет 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 я единственное что прошу всегда выехавших людей за границу перестаньте в своих фейсбуках и за границ любить украину больше чем мы здесь находящиеся ваш патриотизм засуньте себе в сраку вот и там сады тьмовчики и вот ухалян так ухалян так нет же надо еще на рожон лезть вот таких я сразу как бы не воспринимаю но и осуждать не могу понимаешь так вот их отвернула от своей собственной родной страны все происходящее здесь даже в неполномасштабной войны ну мы с тобой будем спорить об этом я думаю нет будет кто-то из наших зрителей из украины оспаривать думаю нет из украины за 30 с лишним лет независимости выехала где-то потерялась или умерла ну давай так вот 97 год мы с тобой были детьми социальная реклама на один плюс один нас 52 миллиона миллиона мы я для меня до сих пор когда я вспоминаю этот голос эту заставку у меня мурашки где нахрен 52 миллиона где 30 дай бог чтобы было все слушай похерить похерить за 30 лет 20 миллионов но это уж ни одна постсоветская республика кроме балтийских стран не знает такого демографического кризиса как украина что вот в беларуси блять было в девяностом году 9 миллионов сейчас почти 10 в азербайджане было простите азербайджанцы очень люблю чтобы не там было по моему 6 стало 12 и чтобы вот честно я не надо проверить сейчас даже проверю потому что я вот читал где-то азербайджан ну а мы были 52 стали 30 как то есть это же все уклонисты да нет уклонисты те кто во власти отказывался делать эту страну счастливой а может быть цель как раз сделать так чтобы выехавшие не голосовали напомню выехавшие голосуют и выбирают президентов кардинально противоположных от тех которых выбирают украинцы находясь дома я напомню что на всех избирательных округах иностранных в 2019 году победил кто а это алексеевич порошенко это на на наш за кордонный округ проголосовал выбрал президентом петра алексеевича все что тут так подожди у меня тепло вот пожалуйста в четырнадцатом году было девять миллионов пятьсот тысяч до а в девятнадцатом уже 10 миллионов вася а сейчас 1 июля двадцать третьего года их уже десять миллионов сто пятьдесят тысяч как растут растет население у азербайджан а у нас тепло и витамины кня у нас прям холодина прям у нас тундра ты понимаешь сам лет тридцать назад с двух азербайджанцев да прям да да у нас прямо это ладно ну слушай изображение все хорошо не слава богу что у нас так есть еще еще раз подожди девятнадцатый год подожди вот девятнадцатый год обещание владимира зеленского я зроблю все для того чтобы украинцы повернулся додому на этой пресс-конференции которую мы с тобой смотрели внимательно что сказал владимир зеленский как было сказано украинцев там 60 миллионов да ну и не так не так же и погано когда ты живешь за кордоном по моему также было сказано ну была инициатива направленная в эту сторону чтобы разрешить двойное гражданство чтобы люди этнические украинцы получали помимо своего несчастного канадского американского или немецкого паспорта еще и хороший украинский это тоже конечно же связано с электоральными циклами но это же слушай сейчас я скажу подожди просто мне интересно паспорта вот выдаваться не обувесково всем украинцам не обувесково всем украинцам житы в украине я учитывая то что мы договорились с тобой что я цыган на двадцать пять процентов у цыган нет своего государства вот мы такая кочующая нация понимать не прокатит мать не извини пожалуйста ты понимаешь проблему вот кроме шуток и без иронии понимаешь проблему если нас в украине украинцев по национальности 60 миллионов да а в украине сейчас проживает меньше половины из-за из этих 60 то ну мы мы имеем большие проблемы и большую диаспору смотри это это же очень опасная такая тенденция я тебе сказать что что не сделает здесь на нашей земле ничего хорошего диаспора ничего хорошего не сделает сколько ты паспорт не давай еще раз самая большая диаспора у нас в канаде в соединенных штатах так герои для канадской диаспоры это кто это вот герои значит великой точнее так второй мировой войны сс дивизия они выходят в парламенте их все чтут а потом дипломатический на весь мир они там герои объективно объективно стирать не для всех они там герои не для всех но я просто тебе напомню если мы говорим о демографических потоках то как раз таки после второй мировой войны от советского союза эмигрантами бежали из украины именно эти слои населения которые активно поддерживали другую сторону именно поэтому а что у нас костяк каждая диаспора конечно предки здесь о другом не может диаспора формировать политические процессы на своей малой родине нельзя я вообще в принципе запретил диаспоре голосовать если честно ну нельзя это вот диаспоре запретить голосовать да наша украина если у нее нет украинского паспорта да даже с украинским паспортом причем будь ласка же вы сути уже в каких-то моментах налоги плати здесь в украине и голосуй себе в америке мне нравится система избирательная очень нравится вот если бы но ну там и высшее образование и вообще выборщики и история с налогами тоже там все это тщательно отслеживается если бы у нас в украине поменять избирательную систему и действительно например право голос извини а высшее образование к чему-то например могут голосовать люди с высшим образованием и с не высшим тоже могут нет я тебе если бы так сделать это эти предложения говорю ни хера себе ну или хотя бы или только ровно звать люди или люди которые платят налоги хотя бы так ну тогда если ты не платишь если ты не налогоплательщик ты не голосуешь все ребят в комментариях вы согласны с такими инициативами или нет будет очень интересно чем я хуже мария ты у тебя не такие красивые селфи так макс у нас не так много времени остается хочу еще одну темку с тобой обсудить друзья мои прервемся буквально на несколько секунд для важного объявления дело в том что во время своих видео мы очень часто просим вас чтобы вы поставили лайк сделали репост этого видео а также написали комментарии в поддержку мы это делаем не просто так и не потому что мы тщеславные алгоритмы социальной сети и в том числе площадки youtube настроены таким образом что чем больше будет реакция от вас тем больше видео будет продвигаться органически у нас нет никаких спонсоров у нас нет никакой поддержки все исключительно благодаря вашему вашему вниманию поэтому пожалуйста не ленитесь поставьте видео лайк напишите комментарии сделайте репост поддержите наш канал в том числе оформив платную подписку несколько долларов в месяц не являются большими деньгами для нашего канала это даст стимул развиваться и понимать что наш труд действительно ценит кому понравилось наше видео внизу есть реквизиты приватбанк монобанк и любые мы будем благодарны и будем выходить чаще и лучше возвращаемся к видео есть мнение что заявление украинских властей ситуации на фронте все меньше совпадают с их реальными оценками озвученными в частном порядке и это не слова кого-то из украины потому что это было бы чревато как бы большой реакцией об этом заявил зам главного редактора издания бильд пауль ранцхаймер и заявил это после визита в киев где он брал интервью мы знаем у министра обороны умерова вот он также говорит что пообщался с украинскими чиновниками и вот его цитата мои три дня в украине показали мне в частности одну вещь слова чиновников все меньше совпадают с картинкой которая официально рисуется в пресс-конференциях или в интервью том числе недавно у президента зеленского те кто говорил не под запись очень четко обозначали основные проблемы это боеприпасы призывники растущее российское давление пишет об этом журналист и также добавляю что все с кем я разговаривал не под запись объясняют что если так будет продолжаться время начнет играть явно в пользу путина рассказы с фронта говорит невыносимый заявляет рандсхаймер вопрос вопрос почему вдруг иностранная пресса начала настолько широко и открыто давать подобные заявления потому что ранее попытки даже если где-то и были они были моменты когда они даже корректировались после выхода статей я напомню что известный немецкий журналист о котором сейчас рассказал василий вот его уже окрестили украине пророссийским журналистом без сомнения то есть это пророссийский да значит но кроме прочего кроме прочего конкретно об этом журналисты ходят разные слухи и в европе как а многих других например немецких да ну или давай так западных журналистов вот на примере я помню конкретную историю по поводу губерта дейпеля помнишь это немецкий да это журналист немецких телерадиокомпаний значит который имел прямые контракты с кремлем он уважаемый журналист он западный журналист у него были прямые контракты с кремлем а чем он стал знаменит друзья вы сейчас поймете помните бы вышли такие заголовки что какой-то немецкий журналист встречался с путиным сто раз что такое было начали все изучать да смотрите вот это оказался губердзейпель тут вопрос по поводу вот этого твоего друга пауль рапунцель значит я просто хочу понять на чем базируется рапунцель на чем базируется его на чем базируется его наезд на украинскую реальность если украинцы не хотят выходить из этой реальности том наезд не могу понять значит он пытается продать это в германии например своему правительству а напомню германия является одним из главных доноров украины чего вот какая у него цель раз он в конце заявляет что этим воспользуется путин значит у него цель вот довести нас к моменту когда этим воспользуется путин красиво ты достаточно выкрутил понимаешь меня мало интересует про россии он или нет по одной простой причине я в этом плане спокоен и спокойно его цитирую потому что наверняка этот журналист прошел все жернова да конечно я перед тем как брал интервью у министра обороны украины поэтому я спокоен наверняка это хороший журналист потому что мысли о том что плохому журналисту дал интервью министр обороны украины меня даже не посещает то есть вот она если где-то там летает я вот форточку закрыл и не залетает сюда вот поэтому я спокойно говорю меня интересует почему вдруг западные сми и это не только бильд начали открыто печатать достаточно пассивное и кто является главным зрителем то есть бильд это писал для кого сигналом для украины для немецких пластей для ними смотри ладно бильд ладно вот германия мы просто как по-другому же воспринимаем мы вот если блокбастер то блокбастер смотрим вот сразу на весь мир да он он покоряет всех зрителей в каждом уголке планеты вот например для меня блокбастер это статья в политика ведь то же самое по сути то о чем написал пауль рапунцель написала политика владимир зеленский им видится мечтателем то есть ты понимаешь вот эту кривую здесь вот здесь ты человек года и самый влия вот самый влиятельный политик во всем мире по версии влиятельнейшего издания а то бишь да которая отображает настроение элит а здесь ты мечтатель когда тебя сравнивают с там че геварой но это как минимум странно значит что-то произошло за этот год что не уловил наш мечтатель зеленский или что-то произошло за этот год что поменяла кардинально позицию вот этого коллективного запада но учитывая тенденцию которую мы замечаем что вокруг украины всегда все козлы а мы самые классные мы в центре вселенной мы самые хорошие у меня закрадывается мысль что все таки там на западе поменяли мнение потому что что то чего то не дождались здесь от вот от нашей власти его что-то может быть сговорчивости может быть понимание глобальных процессов может быть каких-то я не знаю честно я не знаю мы понимаешь один в поле воин вот так это получается мы действительно украинцы да мы оказались сам на сам лицом к лицу не только к врагу не только вот но и с поляками и с румынами и с венграми ну вот вроде бы наладится отношения у нас с поляками но это ситуативно вазь я же вот я всегда я всегда цепляюсь за вот есть система вот карта да вот система координат вот на нее смотришь мне кстати вот по осадкам очень нравится когда я в интернете я люблю отслеживать я люблю путешествовать пресном по по разным городам это просто вот там какой-то не знаю ганновер ввожу в этом в гугле а еще если ты вводишь google maps вы знаете да что американские города например япония некоторые европейские города как париж они там в 3d на карте вот я значит на айпаде захожу сюда и просто путешествую мне так нравится по улочкам нью-йорка пройтись вот и когда я вижу когда я вижу карту целиком я там включаю еще осадки я вижу на над какими регионами проходит бури и так далее вот мне нравится за этим следить сразу засыпаю от этого то есть также и здесь вот у нас над украиной постоянно бури вокруг украины постоянно бури и с чем это связано как это все решить глобально одна буря ты понимаешь это не связано тут перекрыли эти границы дальнобойщики это не все это ситуативно но если глобально посреди ситуацию поляки действительно всегда так нам относились вот и все поэтому нам надо это решать на глобальном уровне а мы как-то ситуативно как мне думается так мне так думает я имею право думать так все имеют право думать скажи мне под конец нашего с тобой разговора ожидаешь ли ты позитивных новостей ближайшее время да я ожидаю потому что вот тут нам пообещали что дадут в куриев 16 что голландцы и голландцы и голландцы значит уже якобы готовят первые самолеты для поставок в украину по поводу позитива я хочу вообще в принципе я хочу мира как и все нормальные люди я пацифист по своей сущности я не хочу войны я против любой войны вот но конечно же я очень сильно хочу чтобы мы как жертва этой войны на нас напали это не мы напали на белгород на на путина на на брянск и так далее хотя еще раз я моя цыганская линия это брянские леса у меня там спокон веков и землянка тоже поэтому я имею абсолютное право если захотеть поэтому но мы ж не захватывали мы ж не оккупировали поэтому мы жертва я еще раз и твоим зрителям и нашим зрителям потому что это сегодня выйдет иногда это так я объясню что по канонам по понятиям по законам и только украинским любым законам жертва никогда не несет ответственности какой бы короткой юбкой ее не была толдычьте это себе в голову и тогда станет все на свои места станет легче воспринимать реальность я вот хотел бы чтобы путин не думается да что что путин осознает глобальную свою ошибку нас никакой войной не победишь и это вообще не связано с географией вообще вот вообще не связано с географии ну вот не связано географии уже пытались и российские цари да и ну пытались и не получилось и да вот надо надо считать с украинцами надо считать и все ну а лучше конечно жить блять нормально рядом с украинцами не выебываться понимаешь и все будет вообще замечательно ну и нам бы тоже бы поменьше выебываться я бы так хотел сказать целом целом на этом мы поставим точку сегодня в разговоре ребят напишите относительно этого и свое мнение в комментариях обязательно будет приятно не забываем ставить этому выпуску лайк что поможет нам продвижение этого выпуска и подпишитесь на наш канал опасов и на канал да это так обязательно макс только открыл рот а я сам сказал эту фразу вот видите как это работает ссылочка будет в описании да и вдруг кому-то понравилось то что происходит мы выходим исключительно благодаря вашей поддержки потому что по какой-то проблеме олигархи не стоят в очереди для того чтобы нас содержать спонсировать и влиять на нашу редакционную политику реквизиты денег просят реквизиты в описании естественно и оформляйте платную подписку на канал тогда будете даже его и без рекламы смотрите скоро как оформить канал подписку нажать на кнопочку спонсорства а чё у меня такого нет потому что ты цыган из брянских лесов не реально я искал кнопку спонсор своею не нашел я тебе расскажу после эфира обязательно друзья давайте по значит если если так дело пойдет то наши с вас эфира 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 будут только для спонсоров вы же понимаете в будущем в будущем следующего года будут специальные эфиры исключительно для тех кто оформит платную эскортницы уже не те потеря би рейтинг пока давайте всем пока а и и а и а и 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